Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем третью главу первого послания апостола Павла к Коринфянам. В предыдущей главе мы с вами видели, что в Коринфской общине возникла проблема. Апостол Павел проповедовал Евангелие, его проповедь была принята с большим воодушевлением. И затем община Коринфа подверглась влиянию других проповедников настолько, что появились какие-то альтернативные мнения и разногласия внутри общины. Коринфяне возгордились, и они себя чувствуют уже более духовными, чем апостол Павел, потому что они, вероятно, услышали проповедь каких-то софистов или странствующих проповедников, мудрецов. И эта житейская мудрость их каким-то образом возвысила, и они возгордились. И поэтому апостол Павел начинает эту главу с увещевания. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете, ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Апостол Павел здесь опять же противопоставляет подлинную духовную мудрость, которая оказывается на высоте проповеди Евангелия, и главным результатом этой духовной зрелости является единомыслие, уважение, взаимная любовь, которая возникает в общине. И ей противопоставляется, наоборот, плотское мудрование, то есть то мудрование, в результате которого возникает борьба партий, фракций, противостояние, возникает зависть, соперничество, разногласия. И поэтому апостол Павел ясно дает понять, что диагноз этой общины — вы считаете себя людьми духовными, но в действительности вы люди плотские, то есть живете по мудрости века сего, точно так же, как живут язычники, и поступаете самым тривиальным человеческим образом, потому что все ссорятся, и вы тоже ссоритесь, а себя помышляете духовными. И дальше апостол Павел объясняет, что между ним и Аполлосом, и какими-то другими проповедниками, которые проповедовали Евангелие в этой общине, нет принципиальных разногласий. Сущность апостольского служения в том, что ты действительно служишь Евангелию и проповедуешь волю Божию, но не поступаешь, как поступают другие философы и софисты, которые хотят приобрести для себя учеников. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. «И при том, поскольку каждому дал Господь, я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Это главный принцип христианской этики. Мы понимаем, что каждый из нас только лишь служитель, только лишь помощник в руках Бога, но по-настоящему все совершается силой Божией, все совершает Бог. Точно так же, как про врачей говорят, что врач — это лишь только руки Божии, но исцеляет только сам Господь, тем более, когда речь идет о духовной проповеди. И апостол Павел здесь употребляет два образа, которые легко может понять любой человек. Он заимствует образ из земледелия, точно так же, как кто-то один мог посеять или насадить саженцы, другой ухаживает за ними, третий собирает урожай, но все совершается силой Божией, потому что вода, которая поливается, это и есть сила Святого Духа, и все произрастает только потому, что источником всего является Бог. Другой образ заимствуется из строительства. «Посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий». Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, «Ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божия Нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И вот здесь замечательный образ. Если в области земледелия источник жизни, источник живительной влаги является сам Господь, и Он есть главный садовник, другие только помощники, то когда речь идет о строительстве здания, то апостол Павел говорит, «Я заложил некие азы, некое основание, фундамент, но этим фундаментом будет сам Господь». И дальше строителям только остается следить за тем материалом, который они используют. Очень важно на хорошем фундаменте, которым является сам воскреший Христос, строить здания из добротных материалов. И здесь мы касаемся совершенно потрясающей мысли апостола Павла о том, что такое церковь. Церковь, с одной стороны, в нашем языке – это здание, с другой стороны, церковь – это тоже община. И вот точно так же здесь апостол Павел играет на двойном значении этого слова. С одной стороны, храм – это каменный храм, и прежде всего храм, который построил Соломон, храм, который отстроил заново Ирод и украсил его таким образом, что это было одним из чудес света. Но истинный храм – это будут община учеников, тот нерукотворный храм душеверующих, в котором будут живыми камнями. Этот образ того, что новым и истинным храмом Бога будет община верующих, уже присутствует в Евангелии. И вот здесь апостол Павел как раз нам на это указывает, что мы как община прежде всего являемся храмом Бога Живого. И точно так же, как в храме Бог являет свою славу, храм – это дом, в котором он пребывает, это место, в котором он являет сияние своей славы, точно так же душа верующего человека и собрание братьев станет тем пространством, где Бог пребывает и являет свою славу. Но очень важно следить за качеством материалов. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, солома? Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, какое оно есть. Здесь апостол Павел возвращается к образу судного дня и дня Господня, когда Христос явит Себя как истинный Царь Вселенной, это будет день суда, и вот тогда откроется, кто из какого материала строил, и какие у кого были намерения и помыслы. И поэтому, с одной стороны, противопоставляются те, кто строит из серебра, драгоценных камней, из золота. Это материалы, которые подобают божественной славе, и они не боятся огня. Вот точно так же, как огонь попаляет дерево, сену, солому, и они обращаются в прах, и от них не остается никакого следа, только пепелище, наоборот, золото и серебро, пройдя через огонь, становятся еще более чистыми, еще более драгоценными. Поэтому апостол Павел здесь показывает, что истинным судьей является воскресший Господь, и лишь только в конце дней мы узнаем, кто из чего строил, кто что заслужил, и поэтому сейчас не нужно судить. Вероятно, коринфяне свысока судили апостола Павла, потому что после него появились другие проповедники, в частности Аполлос, который, может быть, превосходил его своими харизматическими дарами и убедительностью проповеди. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Замечательные слова, которые вошли в наш язык, тоже как крылатое выражение «спастись, но так, как бы из огня». Тот, кто строил из соломы, сена, дерева, и тем самым строил на человеческой мудрости и плотском помышлении, искал собственного богатства, собственной славы, тот останется ни с чем. И здесь апостол Павел употребляет выражение «потерпит урон». В действительности, когда все сгорит, то заказчик предъявит штрафные санкции через суд, он взыщет тот урон, тот ущерб, который принес нерадивый строитель. «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Никто, не обольщая самого себя, если кто из вас думает быть мудрым в веки семь, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом». Итак, апостол Павел подводит главные мысли, что точно так же, как нельзя быть халтурщиком, если ты строишь храм Богу, нужно использовать самые драгоценные материалы, камни, украшения, не экономить и не заниматься подлогом. Точно так же, когда мы созидаем общину, потому что церковное строительство — это прежде всего созидание общины, то нужно вкладывать свою мудрость, свою веру, свою любовь, свои искренние добродетели, которые тебе дает Бог для созидания этой общины, а не созидать ее из каких-то суррогатов. И поэтому тот, кто думает, что можно построить храм Божий, общину новых учеников, нового поколения человечества, опираясь на суету и тщеславие века сего, тот себя обманывает. И поэтому апостол Павел говорит, что в каком-то смысле, если ты хочешь быть мудрым в глазах Бога, ты должен стать безумным в глазах мира сего. И здесь мы возвращаемся к теме Креста Господня, о котором говорилось выше у апостола Павла. Точно так же, как Христос, умерший и воскресший, есть безумие для эллинов, соблазн для иудеев, точно так же тот, кто хочет быть мудрым в глазах Бога, должен быть готов оказаться безумным и бесславным в глазах мира сего. И апостол Павел подкрепляет это цитатами из Священного Писания. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Действительно, суемудрия человеческая мудрость, в которой много печали, в глазах Бога есть лукавство. И поэтому Бог обнажает это лукавство, эту подмену. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. В глазах Бога, который взвешивает сердца и утробы людей, совершенно очевидно, что суемудрие, оно не весит ничего. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Вот эта потрясающая мысль, апостол Павел переводит мысль своих читателей совершенно в другую плоскость. Мы ищем славы и признания в глазах окружающего мира, в глазах века сего. Но апостол Павел говорит, что не нужно об этом беспокоиться, потому что в действительности у тебя и так все есть. Потому что если тебя принимает Бог, то ты победитель, чемпион, и поэтому можешь совершенно быть свободным от того, что думают о тебе окружающие. Все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Эти слова апостола Павла нас возвращают, в частности, к тем словам, которые воскресший Христос говорит своим ученикам в самом конце Евангелия от Матфея. Воскресший Христос говорит, что Ему дана вся власть на небе и на земле. Действительно, смерть побеждена, грех побежден. То есть, та реальность, та сила, которая действительно, как нам кажется, обладает абсолютной властью, потому что никто не свободен от смерти, никто не свободен от греха. Но в воскресении Христа есть победа над этой силой, и поэтому Христос становится царем неба и земли. И поскольку Его ученики – это Его община, члены Его церкви, живые камни Его храма, то поэтому им тоже дана власть над всем. И поэтому апостол Павел говорит, что чем отличаются проповедники христиане от мудрецов, коучей, гуру, которые окружают нас в этом мире. И все языческие мудрецы ищут собственной славы, собственного богатства, собственного признания. Но апостолы совершенно иначе живут и иначе проповедуют. И поэтому отношения ученика и учителя будут совершенно по-другому основаны. Если ты ходишь к гуру, то ты становишься его рабом, ты принадлежишь ему. Но апостол проповедует с таким смирением, что в действительности не ученик принадлежит учителю, а учитель принадлежит ученикам, точно так же, как Христос принадлежит нам. На портале Экзогиатру с вами был пратерий Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Пратерий Дмитрий Сизаненко